Всем доброго времени суток! Сегодня на 2 ноября, канал Узимания. Долгоиграющий наш проект Amazon в очередной раз продолжает удивлять своим движением. В этом ролике я хотел анонсировать такое интересное действие, потому что до этого я рассказывал, как что, а теперь конкретно мы хотим показать. Мы уже попробовали на некоторых товарах продвижение различной тактики. Я рассказывал в теории, как это происходит. Хотим показать, как это происходит на практике. Понятно, что нет 100% запуска удачно товаров. Это понятно. Мы сейчас на 2 ноября больше рискуем, чем там себе, так скажем, в заслуги это можно будет занести. Но получится, получится. По крайней мере, вы увидите, как это все делается. Естественно, товар мы показывать не будем. Мы будем просто показывать все отчеты, где не фиксируется этот товар, чтобы не было убивания, так скажем, конверсии. В принципе, все достаточно просто. Товар у нас давно должен был запуститься. привезли его где-то полтора месяца назад. привезли 500 штук. Когда я свой товар запускал, 500 штук не хватило дойти до первых страниц с помощью раздачи. Мы изменили весь этот момент и решили добить товар на осадке до 2500. Заказали еще 2000, 45 дней ждали. Товар на заводе в Китае изуродовали из-за того, что прошел тайфун. Пришлось еще ждать 45. То есть вот прошло примерно полтора месяца. На днях у нас эти 2000 придут, и с 500 штук мы начинаем стартовать. К сожалению, у нас не происходит такого момента, как в эти первые две недели. Наш товар, к сожалению, Амазон уже индексирует. Там сейчас рейтинг примерно 5000 bestseller rank. Стартанули мы вчера. Раздаем мы... Сколько? 5 миллионов. Да, 5 миллионов. Мы сейчас на данный момент вчера начали... Мы, так скажем, отказались от горячего запуска, как делает небезызвестный зонбласт. Не стали раздавать сотнями в день, десятками, 50, 60, 100 штук в день. Сейчас на данный момент запустили, так скажем, холодным запуском, спокойно, через... То есть, ну, постепенно нагнетать, так скажем, будем. То есть у нас тактика такая. Тащим мы три ключевые фразы. Самая крутая ключевая фраза, мы приняли решение продвигая через пакистанцев, бангладешцев, индусов, не знаем мы кто. Мы уже их несколько раз проверяли, видели результат. Посмотрим, как... С более тяжелым товаром, потому что эта ключевая фраза в среднем у нас около 40-50 продаж. До этого мы запускали с товаром где-то 15-20 продаж. Ну, посмотрим, за сколько времени они выведут. Люди, они мутные, тяжелые, с ними тяжко. По поводу бана, по поводу любых комментариев, связанных с этим, каждый делает, как он считает нужным. Мы никого не призываем, что делать надо именно так. Мы, как бы, рискуем своими деньгами, своим товаром, так скажем, своим честным именем и всем остальным. Вот. И почему мы такое решение приняли? Потому что, посмотрев и сделав большой анализ по этому поводу, мы не понимаем, что они нарушают. Да, понятно, можно говорить, что Амазону есть самое там страшное правило, это манипуляция места расположения нашего товара, но мы манипулируем вообще всегда. Улучшаем продажи, продаем там, раздаем товар, еще что-то делаем. То есть, очень много всего мы, так скажем, в кавычках, нарушаем. Я вижу много товаров, в которых там один-два отзыва, и они на первой странице. Так что, посмотрим, бам, бесплатный опыт, нам, как бы, надеемся на удачный результат эксперимента, и что просто нормальный запуск, нормально будет продаваться. Вот. Не получилось у нас, еще раз говорю, с самого начала, с первого дня запускаться, мы запускаемся уже, получается, 500 штук, у нас уже два месяца на складе лежат, мы к ним не притрагивались. Хотя, надеялись, что Amazon трогать не будет, но он периодически все равно, то есть, до сих пор, он уже был селерен к нам, присвоил вот эти 5 миллионов. Если бы мы не ротировались, как я помню, пока нет продаж, нет бестселерен. Это как бы минус, ну, так скажем, вариантов других нет. По товару я рассказал, товар у нас находится в ценовой нише примерно там 15 долларов, мы идем по недорогой цене, хоть у нас есть и коробки, и все дела, и подарок, все равно мы идем по нижнему ценовому сегменту. То есть, если у нас дают по 15-25 долларов, мы вот продаемся по 15 долларов, потому что мы считаем, что так как мы в начальной стадии, мы должны продаваться по такой цене. Опять же, это дело личное каждого, мы приняли такое решение. Что еще я не рассказал про товар? Товар будет называться номер один в продвижениях. Вот, отзывы мы получаем в нашей группе, вот в этой вот, по отзывам. Нам примерно надо на старте, мы планируем в течение месяца, именно таким макаром с выкупом товара, около 50 отзывов получить, потихонечку, опять же, аккуратно, не спеша. Ну и параллельно, естественно, раздавав. Нельзя просто получать отзывы со 100% КПД, что у вас там 50 раздачи, 50 отзывов. Такого, естественно, у нас не будет. Сейчас мы раздаем через AmZeeOne, AmZeeKick. Раздали мы там, сейчас я покажу сколько, то есть за вчера просто запустили. Будем видео снимать каждые два, там, три дня, четыре. Как будет какая-то новость, информация, когда, ну, то есть, чтобы видео снимать интересно, а не просто зря тратить время. Это видео как бы у нас анонс. Так, значит, показываем статистику. Вот наш дашборд. Аккаунт совершенно свежий, так скажем, зеленый, новичок. Не хотим мы в записи ничего показывать. Да, можно было бы показать, когда уже получили результат. Мы показываем в реальном времени. Это видео будут все реального времени. 2 ноября, значит, 2 ноября. 10 ноября, значит, 10 ноября. Любые вопросы задавайте, будем отвечать. Может быть, какие-то советы последуют, но посмотрим. Дашборд. Баланс 6.33, потому что мы 4 штуки эти раздали. Это как раз 6.33 поделиться на 4. Это примерно то фи, которое Amazon снимет. И мы раздаем сейчас по доллару 99. Так, дашборд показали. Баланс минусовой. Чтобы не было такого. Не обращайте внимания, когда вам показывают, что это что, типа прибыль. Это никакая не прибыль, а спокойно могут быть такие же раздачи. Посмотрим, что будет у нас дней через 10, какие цифры. Пока двигаемся дальше. Следующий показывает у нас там слайд. Так, скажем так. Это у нас, соответственно, вот уже бизнес-репорты по пейментам, по оплатам. То есть вот продажи, получается, на сумму 44, минус промоушен 38. Это вот сколько мы скидку сделали по купонам. Amazon Fee 12.36.33. Вот и того, что получается. С торговли с одного дня. Ну, это были 4 раздачи. Так, следующий показывает наш конверсию в данный момент на первый день. Продаж конверсия 0. Байбоксеров, естественно, у нас нет. В принципе, все ясно. Идем дальше. И последний показатель. Я думаю, этого будет достаточно. Чтобы не было никаких сомнений. Ну, вот. То есть, ну, покрути, может, вверх-вниз, чтобы там какие-то вопросы, если не были. Этого самого экрана. Просто прокрути вверх-вниз, а то скажешь, там слайды показывает. Ну, да. Ну, все ясно, короче, я думаю. Никаких вопросов не может быть. Вот такие вот на данный момент у нас циферки. Еще раз повторяю. Какие есть вопросы, предложения, пишите. Продвигали мы товар уже не один, но посмотрим, что с этим получится. В любом случае, это тест. В любом случае, гарантии никаких нет. Если была бы стопроцентная гарантия, мы бы этой фигней не занимались. Мы просто занимались бы на продвижении товара. Опыт. Вот, мы набираем опыта. Этот товар очень интересен тем, что здесь хороший бюджет. Здесь сразу продвигаем мы, получается, по трем направлениям. Я не уточнил. Значит, главная фраза – это SEO. Ну, не SEO, а индусы. Вторая фраза – это раздача. У нас там по второй фразе, если по индусам это 40-50, по второй фразе где-то 20-30 продаж в день в среднем на первой странице. Ну, вот, соответственно, сами понимаете, нам надо раздавать. Будет потихонечку 20-30 штук в день, чтобы хотя бы приблизиться. Но так как мы не фортируем события, почему, еще раз говорю, потому что уже индектируемся, потому что у нас нет нормального количества отзывов. Чтобы сейчас получить звездочки, надо много-много-много работы провести. Это не как раньше. Будем над этим работать. То есть, есть как бы все понятно. И фидбэки есть, и все эти сейлсбэкеры. И все-все, что надо, все сделали. Но не забывайте самое главное. Это очень важно. Потому что многие недопонимают этой ситуации. То, что никто не гарантирует продаж, даже если вы будете на первой странице. Почему? Потому что товар должен быть востребованный. Товар должен быть с хорошей ценой. Должен быть с хорошими фото, с хорошим листингом. Хорошо представлен. Хотя бы для начала. Это минимально необходимые, так скажем, вещи, при которых будет продаваться товар. Если вы придете даже на первую страницу средней группы, не факт, что у вас вообще продаж будет. Потому что, по примеру, человек, который продвигался на первой странице, пока продаж нет. Потому что конкуренты торгуют совсем по другим ценам. Товар совсем другой. То есть даже не туда пришел, куда надо. Так что мы надеемся, что сделаем все правильно. И я не вижу проблем, когда наш товар абсолютно конкурентный, с хорошим коммерческим предложением, в нормальной упаковке, с хорошим подарком. Будет находиться на первой странице по нескольким ключевым фразам. Я не вижу причин чего-нибудь продаваться. Один нюанс – только отзывы. Из-за этого мы не форсируем события, подтягивать будем постепенно отзывы. С отзывами сейчас проблематично. Если раньше КПД раздач была, то прививером около 50%, Facebook около 70-80%, если все правильно сделать. То сейчас можно уменьшать сразу в 2-3, мне кажется. Из-за этого даже при больших раздачах много отзывов сами с собой не придут. Вот, в принципе, такая вот история. А, еще хороший отзыв боятся писать. Потому что вышло недавно письмо по поводу 10%, что там кто пишет отзывы, особенно хорошие отзывы, там за ними глаз да глаз. В принципе, все. Думаю, что там, Блинтин, есть что добавить? В принципе, все. Ну, для начала всем, комментарии пишем, что интересно, может быть, какие-то отчеты мы забыли, что-то такое. Мы не хотим показывать товар для убивания конверсии. Я не знаю, покажем мы его, когда доведем до конечного результата и скажем, все, конец. Не знаю, посмотрим. Думаю, что показывать его смысла нет. Всех отчетов будет достаточно. Это у нас запуск по стратегии именно агрессивных продаж. Много товара, большой бюджет и грамотно его, так скажем, тратить и продвигать. Потом будет товар номер 2, номер 3, надеюсь. Второй товар будет отличаться тем, что бюджет будет значительно меньше, то есть скромно, спокойно будем продвигать. Еще я несколько товаров хочу продвигать именно только по Пакистану, только то по раздаче. Но это как бы время дойдет, тогда и будут разные номера товаров. Все, всем удачи, всем пока. Кому понравилось видео, не понравилось, как всегда, лайки-безлайки.